В 95-м году я заканчивала первый курс в Жургеневке, уникальной мастерской режиссуры игрового кино. Почему уникальная? Потому что она в итоге выпустилась чисто женской. Это был первый случай, наверное, в истории вообще. Мастерская Ермека Шанарбаева. Он был как раз продюсером «Перегрёстка». Он меня просто туда, так скажем, командным порядком вызвал в сценарную группу. Приехали англичане, да, привезли вот эту технологию производства сериалов, о которой никто не знал, всех этих долгосрочных сериалов. И они вот долгое-долго время обучали как раз нашу группу именно работа с многокамерным методом, то есть работа со сценарием, работа режиссёров на площадке, раскатровка, то есть как это всё делается. Да, они этому учили. А потом они, честно говоря, ожидали, что мы продержимся где-то, ну, от силы 24 серии. И на этом закончим. Мы продержались 5 лет. Ой, наконец-то я до вас добралась! Здравствуйте, Роза! Мне это, зовите, это, Плютьюх. У меня для неё, это, как его, сенсация, вот! Англичане народ очень неторопливый, народ очень спокойный. У них один выстрел готовится, там, серии 5-10, готовится один выстрел, потом идёт долгое расследование. Как только они уехали, дружно у нас загорелись киоски в сценариях. Начались какие-то драки, разборки и всё остальное. То есть этот наш темперамент, он, наконец, вылез. И события стали, появился следователь, которого не было. Арестованный, ведите себя спокойнее. И пошли какие-то бандитские дела, криминал. Это тут же появилось. Мы должны были реагировать на те события, которые в стране тогда происходили. Это всё должно было отражаться. Приватизация, потом переезд в столицу. И всё это вот, всё это вплеталось в сюжет, естественно. Нам со стариком повезло. Дождались мы новую остановку. Да, иншаллах. Своими глазами посмотрели. Иншаллах. А что касается Алматы, говорят, то он всё равно останется душой нашей страны. А Астана, как Вашингтон. Понимаете, это сейчас какое-то информационное болото, да, если честно сказать. Несмотря на обилие интернета и всего остального, мало что происходит по сравнению с 90-ми. С 90-ми каждый день происходило что-нибудь. И хорошее, и плохое. Это были просто сумасшедшие какие-то годы тогда, когда мы до сих пор удивляемся, как мы всё это пережили. Было, с одной стороны, интересно, с другой стороны, было очень тяжело, страшно, голодно, холодно. Мы работали в кабинетах, сидели. Неотапливаемые киностуки, где висели сосульки в перемешку с паутиной. Стояла холодрыга страшная. У нас посреди кабинета стоял обогреватель, мы были укутаны какие-то шубы и так далее. И писали ещё, компьютеров не было у многих, писали от руки. Собственно, перекресток он возродил киностудию. Она жила благодаря ему. Потому что это было, вы, наверное, не представляете себе, вам трудно представить, вот декорация фильма ужасов. Она была разваленная. Вот просто сыпалась. Там близко даже были полувыбитые окна. Были страшные эти тёмные коридоры, отключался свет периодически. Было очень страшно, мы были там одни. Порой туда забредали какие-то странные люди, странные дамы с кислотой, требующие дать им роль. Вот мы одну такую запомнили. Она очень хотела сниматься, она притащила какую-то странную, как мы предполагали, кислота в банке у неё что-ли было. И мы как-то дозвонились до охраны. Страшно было. Но и вот именно благодаря перекрёстку киностудия вдруг начала оживать. Начала оживать, там стали что-то снимать, что-то делать. И это продержало где-то, ну, наверное, до двухтысячных, может быть, до начала. И всё. Был какой-то вот такой именно всплеск. Это был энтузиазм, конечно, всеобщий, да, потому что это было новое, это было первое. Все работали на энтузиазме, никого не смущали эти холодные павильоны, когда у нас актрисы там чуть ли не при минусовой температуре в пеньюарчиках лёгких должны были сниматься. И все теперь всё это переживалось, потому что видели результат. И процесс был увлекательный, и результат был увлекательный. А когда актёры из перекрёстка попадали в регионы, им звёзды Голливуда могли позавидовать. Потому что там творилось что-то невероятное, когда их видели. Я сама ходила, помню, в тот период я попала на премьеру в Лермонтовский, где в пектакле участвовало два или три актёра из перекрёстка, зал просто ломился. Когда они выходили на сцену, встречали какими-то овациями, они просто появлялись на сцене. То есть уже даже не сама пьеса была важна, а просто на них посмотреть. То наш рейтинг взлетит просто до небес. Дайте! Дайте я возьму. Я знаю, как надо отвечать, и готовилась. «Хеллоу, this is the Silk Road Hotel». И, конечно, были казусы с соседями, когда они узнавали, что работают на перекрёстке, они там о чём-то попросили кого-то предупредить из героев. Скажите ему, что вот так вот, скажите ей, что не надо туда хотеть. Хорошо, хорошо. Обязательно передам. Они воспринимались, да, актёра как часть какая-то. Многих людей стирали из грани, они не понимали, что это экран, это что-то, их воспринимали уже как своих. Нам звонили на киностудию, говорили, скажите Шамилю, чтобы он ни в коем случае Маде не не доверял, она его обманывает. Передайте, да. Приходили к ней в мешке писем. Это был сумасшедший ажиотаж. Я журналистку сыграла в 200 какой-то серии, не помню сейчас даже какой. У меня был замечательный дуэт с Газизой Абдинабиевой, с Петерозой. Я у неё интервью брала на улице. Извините, пожалуйста, вы не могли бы ответить на несколько вопросов в нашей программе? Не спеши. Девушка, я не спешу. На всё, какие хотите вопросы, я вам отвечу. Ну что ж, отлично. Первый вопрос. Как вы относитесь к рекламе? К рекламе? К рекламе очень хорошо отношусь. Потрясающая, конечно, актриса комедийная, просто гениальная, когда боже дар, вот настолько смешно уметь себя преподносить. Так что, ну как в эпизоде? Сказали, нужно, тем более это... Нет, это не мой сценарий, наверное, был. Я сейчас даже не вспомню, чей. Мне просто сказали, срочно нужно журналистку изобразить. Всё. Что-то мне быстренько так подшаманили, что-то на меня напяли, дали микрофон, дали текст почитать вперёд. Давай, отдайте микрофон. Не отдам. А вы снимайте. Снимайте как следует. Актёры-то они снимают сливки, но с другой стороны, актёры, они старались подмазаться многие к сценарной группе, потому что чем больше у них сцен, которые мы напишем, чем интереснее у них сюжетная линия, тем выше их популярность. Так что они вокруг нас так подходили. Большое спасибо художникам по декорациям, большое спасибо художникам по костюмам, потому что отмечали, что актрисы у нас роскошно просто одеты были. Как они ухищрялись. Вы даже не писали, у нас были шубы просто перед, например. Они могли вот сшить там из частей меха, и актриса создала впечатление, что она в шикарной шубе. А это был только перед. То есть каких-то тряпочек подручных средств, из комиссионок они унырялись в этом краите, вот эти какие-то шикарные наряды. Ну, а что, мы сами жили так же. Мы сами так же жили, потому что, ну как, вот я говорю, я приезжала из киностудии, я там сидела, придумывала какую-нибудь сумасшедшую линию тут же. Причем это могло происходить в тот момент, когда я там варила манную кашу. В этот момент, да, меняла подгузник. Я приносила серии разрисованной дочке, помогала, просто залезала на колени, помогала, что-то там рисовала, чтобы не переписывать вот этот огромный объем. Приходила, извинялась, говорю, ну вот иллюстрации, что поделать. Тот же самый быт был. Да, Тимур Соберевич, вас там встретят. Я обо всем договорился. Здесь я со всеми разберусь. Не беспокойтесь. Ну, вы же знаете, что я справлялся с более трудными заданиями. Да, я все понял. Счастливого пути в мягкие посадки. Саги Ашимов, это было совершенно неожиданно. Это помимо, так сказать, чисто человеческой скорби, да, это была паника в сценарной группе в первую очередь. Человек вечером попрощался со всеми, утром его нет. Как вы знаете, он умер во сне от остановки сердца, совершенно неожиданно. И утром об этом сообщили. А серии уже написаны. Это просто как бы утирая все это платком, забыв про все это, надо было чуть ли не на корчиках садиться, все переписывать моментально. А процесс останавливать было нельзя. Так что здесь такой определенный... Я бы не сказала, что это профессиональный цинизм, это скорее только профессионализм сжав зубы. Когда вам некогда плакать, когда те же там редакторы приезжают в похороны, садятся дальше, просто переделать сюжетные линии. Сериал должен продолжаться. И мне что нравится в Перекрестке, именно вот в отличие, например, от сериала «Сыргалым», который сейчас тоже считается вот на данный момент одним из самых... Даже если не одним, а один из самых... Самый рейтинговый. Вот сейчас из «Сыргалым» сериал «Сыргалым». Мне было очень тяжело там писать главную героиню. Потому что она положительная со всех сторон. Это вот в соответствии с современным казахским менталитетом положительная героиня, у которой ни шага вправо, ни шага влево, это была пытка. В Перекрестке положительных, абсолютно положительных героев, не делающих ошибок не было, поэтому интересно было писать всех. Ну, нету там пайников. Там спотыкались все, так или иначе. Кто-то когда-то кривился. И вот это было гораздо интереснее и проще, и легче. В этом интереснее было со всеми. Ну, вот именно Перекресток, наверное, аудитория была вообще обширная разнообразная. Вот она, наверное, самая разноширная аудитория, на которой мы работали. Дальше, конечно, она уже сортировалась как-то. Это уже кто-то здесь любители. Потому что, ну, я не представляю, что, например, любители сериала «Теория большого взрыва» будут смотреть «Секс в большом городе», наоборот. То есть все равно они как-то расслоили. А этот был для всех, вот сериал для всех. Здесь были задействованы и дети, и подростки, и взрослые, и старики, и как-то вот все категории. Население, каждый находил для себя что-то свое. Для меня вообще до сих пор загадка, как можно было эту уникальную технологию так просто бездарно похоронить, что сделано было. Для меня до сих пор непонятно, для чего это было сделано. Потому что специалисты, которые работали со мной на перекрестке, сейчас их фамилия я вижу в российских сериалах, эту уникальную технологию просто отсюда увезли. Ой, ваааай, у меня клад украли. Крики. Ну, все, я, пожалуй, пойду. Я не хотела бы сейчас вдаваться в подробности, но там происходили, конечно, определенные конфликты. Все-таки пять лет совместной работы, поэтому часть команды, она ушла, заканчивала другая команда и заканчивала, насколько я знаю, вынужденно. Когда уже просто возник определенный кризис, и была дана команда, что ребята, закругляйтесь. Было интересно наблюдать, как актеры взрослеют. Ну, пять лет – это огромный срок. Например, вот здесь героиня Маришка, она пришла подросткам, 15-летним, и к концу сериала ей уже было 20. Это совсем другое уже. То есть из пухленькой девочки подростка она превратилась в молодую девушку. У меня дочка из вот этого, она к концу сериала уже была пятилетним ребенком, который рассуждал, ходил по киностудии в этих декорациях, давал свои комментарии. Еще бы дали волю, мы бы, я не знаю, еще лет 10 бы его писали дальше. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова